Друзья мои, всем доброе утро! Пришла сегодня посылочка с сайта iHerb. Переснимаю видео, начала снимать и переоценила свои возможности по распаковке пупырки солгаровских препаратов. Сама дома нахожусь, муж на работе, Ева в школе, дочка в смысле в школе, поэтому переснимаю, простите, всегда люблю открывать посылки вместе с вами. И пока между первым и вторым видео, которое я только что снимала, увидела, пришел мне вопрос от Ирины Хромченко по поводу Готоколы и Белой Ивы. Она спрашивает, Ирина, отвечаю вам сразу, нет возможности сейчас писать и буду уже отвечать на вопросы, когда выложу видео. По поводу Готоколы, что вы купили от Natura Way, у меня тоже была Готокола от Natura Way, и я тогда еще вам, наверное, в прошлом году говорила, что мне от Natura Answe, от этой фирмы, мне нравится больше Готокола. Ну, потому что я могу сравнивать, я пила разные Готоколы, вот, и я не могу сказать, что от Natura Way хуже, но мне больше нравится это. Раз мы с вами разговариваем на такие довольно-таки откровенные вещи по здоровью, то я вам могу привести конкретный пример на себе. Я еще менструирующая женщина, и поэтому во время женских дней, когда я принимаю Готокола, вот, когда от Natura Answe, и когда от Indie Organic, вот это вот тоже Готокола, тоже очень хорошая, то есть вы понимаете, да, что я замечаю, что кровообращение усиливается, а значит оно улучшается и во всем теле. Я люблю принимать все препараты, БАДы, неважно, для кровообращения два раза в день, в первой половине дня и во второй. Я не люблю какие-то лошадиные дозировки один раз в день, это, ну, ничего хорошего нет, тем более тем, у кого какие-то зажимы, какие-то проблемы с позвоночником, какие-то спазмы могут быть сосудов, ну, зачем эти прыжки давления вверх-вниз, естественно, если резко сосуды расширятся, а потом сузятся, может быть, так как эластичность сосудов уже, скажем так, не как у деток, да, вот, то могут быть разные нехорошие моменты, зачем они нам нужны, вот, поэтому я ту же гинкобилобу я люблю в дозировке 60 миллиграмм два раза в день, а не 120, еще и с перцем, еще один раз в день, вот, поэтому я не могу сказать, что натуровый какой-то плохой препарат или он хуже очищенный, чем какой-то, единственный очищенный, в котором вы можете быть на тысячу процентов уверены, это фирма Гая, это профессиональная линейка, все остальные фирмы, любимые, нелюбимые, классные, неклассные, о чем говорят хорошо и пишут, о чем говорят плохо, это все только на доверии, по поводу всяких тяжелых металлов, сырья, чистого, нечистого, это все обусловлено, мы уже с вами сто раз говорили, здесь где-то тоже есть носка, я плохо вижу, где-то вот здесь она есть, что это, это относительно законодательства американских штатов, они пишут, потому что они перестраховываются, тоже много раз отвечала на эти вопросы, вот, поэтому моя любимая Натура Ансвея и моя любимая на сегодняшний день стала тоже от Органик Индия, между ними можно поставить, наверное, знак равно, поэтому те, у кого с деньгами не очень хорошо, можно не тужиться на Органик Индию и можно смело брать от Натура Ансвея. Так, это то, что по Ирине, еще Ирина спрашивала, можно ли, если действительно улучшает кровообращение, год укола, немножко способствует разжижению, да, но не так сильно, как аспирин, и белая ива, она тоже не, ну, это природный аспирин, но все-таки это не химическое какое-то вещество, не синтетический аспирин, и белая ива будет тоже, наверное, послабее, чем аптечный аспирин, но можно ли вам вместе с год укола, я не могу вам сказать, по тромбоцитам, по своим анализам, по своим каким-то диагнозам, но я думаю, что сильно не будет разжижена кровь, разве что вы будете очень длительно это все принимать, вообще я постоянно, практически на постоянной основе принимаю какие-то препараты, такие травяные для разжижения, для улучшения кровообращения. Вот, еще хочу сказать Евгений, которому я советовала пробиотик для СРК, СРК, я увидела в уведомлении ваш комментарий, что он есть, но Ютуб его почему-то заблокировал, я не смогла его прочитать, насколько я поняла, что вам понравился этот БАД, который я вам посоветовала, отпишитесь, пожалуйста, потому что, ну, по-моему, да, но Ютуб заблокировал, и, ребята, если чьи-то комментарии блокируют Ютуб, совершенно безобидные, совершенно непонятно по каким причинам, сори, я не знаю, это не ко мне претензии, поэтому вы понимаете, да, что, конечно, лучше бы они каких-то хейтеров блокировали, есть у меня одна дама, которая уже создает шестой аккаунт, чтобы заходить и писать гадости, особенно в ночное время, это явно, конечно же, какой-то блогер, потому что, ну, обычному человеку, даже с психическими расстройствами, я думаю, что не будет такого интереса и надобности, ну, пусть она меня поненавидит там месяц или два за что-то, может быть, не знаю за что, ну, все мы кого-то цепляем, но чтобы на продолжении длительного времени писать такие гадости, ну, извините, это явно что-то с кукушечкой не в порядке, конечно, ну, и, конечно, как вам сказать, наверное, конкуренцию не выдерживает человек, ну, терпение всем, кто испытывает негативные какие-то эмоции в мою сторону, и крепкого здоровья вам, друзья мои. Итак, поехали. В этой посылочке я заказала, в общем, эта посылка была заказана в тот период, когда были выбраны абсолютно большинство всяких вещей и уходовых, и БАДов, и так далее, после распродажи максимальной последней, поэтому шампуня на тот момент не было, я решила попробовать, я не пробовала еще эту фирму, но есть такое желание попробовать, мне давно интересно, так как ребенок стал, дочка стала красить волосы, теперь, конечно, я буду уделять этому больше внимания, потому что я до этого ухаживала всякими, ну, отдаю предпочтение вообще, в принципе, какими-то маслами, какими-то примочками, припарками, конечно, ребенок этого делать не будет и не хочет, и на это нужно время, а когда она приходит со школы, выпускные классы, и нужно и поучиться, и на дополнительные занятия сходить, и хочется погулять, конечно, это не тот возраст, когда уже осознанно подходишь к какому-то серьезному уходу за кожей лица, либо за волосами, либо за телом, и все это понятно, вот, поэтому я купила лечебный кондиционер от фирмы Пурадор, он против истончения волос, шампунь идет в следующей посылочке, также в этой посылке я заказала щипцы для ресниц, это для мамы, и я, честно говоря, вообще в них не понимаю, я почитала, тут какие-то изгибы имеют значение, еще что-то, у меня очень длинные и без того, ну, хорошие ресницы, мама попросила купить, я сколько помню себя с самого детства, у нее были одни щипчики, вот они какие-то были, наверное, импортные, а может советские, я не знаю, не хочу обманывать, вот, ну, вот сейчас она говорит, что там что-то не поломалось, но они уже вот как-то вот это что-то там прижимается, не прижимается, я не понимаю в этом, честно, я ни разу этого не делала в своей жизни, решила купить от фирмы Ревлон, девочки, если кто-то пользовался, подскажите, я действительно не понимаю, я спросила у нее какие, она говорит, они все одинаковые, но почитав отзывы, я так поняла, что они не одинаковые, не знаю, у меня нет такого опыта, поделитесь, если у кого-то есть опыт, кто пользуется щипцами, на что нужно ориентироваться, на что нужно обращать внимание, хотелось как лучше, поэтому взяла, ну, такие вот, видите, тут какая-то насадка, куда ее нужно одевать, не знаю, выглядят во всяком случае лучше, чем остальные, как они будут в работе, не знаю, посмотрим, потом расскажу, спрошу у нее, так, ну, в общем-то, эти две баночки, из-за которых было переснято видео, это СТРС, СТРЦ, от фирмы Солгар, вы же знаете, они все в пупырышках, да, и вот, как бы сложно было, они там еще сверху залеплены, с зеленым лейкопластырем, каким-то, изолентой, чтобы, ну, действительно, упаковки у них всегда хорошие, я люблю этот витамин С, хотя, помимо этого, у меня еще две формы есть, витамина С дома, всегда разные формы, потому что, ну, летом для вен, я всегда, мы все, мы все всегда пропиваем, и дочка, и мама, и муж, и я, с рутином, с какими-то, для кровообращения, тоже препаратами, когда сильная жара, всегда поддержка идет, ну, а когда начинается осень, и сезон всевозможных простуд, болезней, и всяких разных сюрпризов с новыми штаммами вирусов, поэтому, конечно, витамин С всегда должен быть, и у меня на сегодняшний день, вот, заканчивается он, здесь, в общем, в общем, вовремя все пришло, я покажу вам, вот такие вот капсулы, есть такая возможность вам показать, три штуки здесь осталось, дочка сейчас пьет с кварцетином, с моим любимым, с нашим любимым кварцетином, этот витамин С лучше принимать во время еды, в отличие от других форм, он так лучше усваивается, дальше, дальше заказала тоже, заказала, ведь они, помимо всего, еще так сверху упакованы, запаяны хорошо, это селен, селен, без дрожжевой, в дозировке 100 микрограмм, тоже вам покажу, это форма таблеточная, вот тоже у меня он заканчивается сейчас, этот селен пьет моя дочка, и я, в общем-то, покупаю такую дозировку, только из-за ребенка, потому что больше ей не нужно, это профилактическая доза, это маленькие таблеточки, которые нужно запивать водой, не рассасывать, хотя некоторые, я знаю, любят рассасывать, но что-то мне по вкусу не очень, и дочке тоже, поэтому мы такое не практикуем, скажу вам, 100 микрограмм, это профилактическая доза, конечно, людям, у которых аутоиммунные заболевания, или какие-то серьезные заболевания, щитовидной железы, лечебная доза составляет 200 микрограмм, вот, 200 микрограмм у меня пьет мама и муж, от фирмы Life Extension, и там он идет селен вместе с витамином Е, они такие синергисты, они дополняют друг друга, и лучше усваиваются, во-первых, я уже вам тоже много раз говорила, потому что витамин Е сам по себе принимать нельзя, он может окисляться в организме, и наносить вред, поэтому его нужно принимать с каким-то антиоксидантом, либо это селен, либо витамин С, дальше заказала я интересную такую штуку, тоже первый раз заказала, это фирма, такая же, как я всегда покупаю свое любимое кокосовое молоко, решила попробовать, увидела первый раз, тоже порошковый, порошок молока из орехов кешью, ну, не знаю, при следующей распаковочке расскажу вам сразу, потому что планирую попробовать его прямо сейчас, после съемки этого видео, ничего не могу пока вам сказать, друзья мои, дальше, в этой посылке, ага, в этой посылке я заказала еще от Life Extensional, помните, у меня была распаковка, я вам рассказывала там, повторяться не буду, потому что там много очень информации, что этот вирус, который на сегодняшний день волнует очень многих, и разные его новые штаммы, они способны, как мы уже с вами много раз говорили, производить мутацию в ДНК, РНК, и поэтому медики предлагают и рекомендуют, чтобы избежать каких-то осложнений, в том числе аутоиммунного характера, то есть очень у многих переболевших этим вирусом, очень у многих появились разные аутоиммунные процессы в организме, аутоиммунные болезни, которые себя у некоторых сразу проявляют очень агрессивно, очень сильно, у некоторых через какое-то время это вылазит нехорошими моментами, могут усугубляться аутоиммунные процессы, я уже вам говорила, что муж, когда вышел из больницы после выписки, я его просто не узнала, во-первых, человек внешне постарел лет на 10, наверное, во-вторых, просто усугубилось аутоиммунное его заболевание, и мы очень долго этим занимались, анализы были очень плохие, ну, в общем, это страшный сон, который не хочется даже вспоминать, поэтому в этом году я купила препарат РНК, и там их было 100 капсул, то есть там одна в день пьется вместе с капсулой ДНК, в ДНК я не досмотрела 30 капсул, а там 100, то есть там на 3 человека хватит, а я заказала еще одну ДНК, и надо заказать еще одну, я думаю, чтобы хотя бы на троих это все было, вот, в общем, это поддержка при вирусах, для того, чтобы минимизировать как можно сильнее всевозможные осложнения и степень тяжести этого заболевания. Дальше, дальше заказала я тот цинк, о котором мы тоже с вами говорили несколько месяцев назад, я как только увидела, заказала себе, и потом, как я увидела, как сами врачи начинают им закупаться, я сразу заказала повторную покупку, и еще три заказала, отдала маме, один мы выпили, я сейчас вам покажу, у меня последняя баночка дома, и я думаю, что нужно заказать еще, потому что мама сказала, что у нее тоже заканчивается, у меня мама врач, и она, ну, каждый день, можно сказать, контактирует с больными людьми, поэтому я и говорю, что ты, пожалуйста, и на работу себе отсып возьми, и дома пусть у тебя будет, при малейшем першении, каком-то недомогании, если к тебе в кабинет зашел человек на консультацию, например, он кашляет, сопливит, ну, неважно, что просто плохо выглядит, обязательно хотя бы раз в день, вот такой вот цинк нужно, ну, принять, я заставляю ее, это в форме, мы все привыкли, что пиколенат нужно пить, да, пиколенат нужно пить, особенно если у вас начинаются какие-то простудные, вы еще не понимаете, что это, это вирус обычный, либо необычный, либо что это, мы все напуганы, все перестраховываемся, это форма ацетата, и именно эту форму рекомендовали врачи при знаменитом вирусе, и при новых штаммах, которые напугали всех и в Англии, который был штамм, и в Индии похлеще еще был, да, такая вот течение такое нехорошее было, вот, поэтому я заказала еще одну такую баночку, вот, и я хочу заказать, наверное, еще одну или две, все ссылочки я всегда оставляю под видео, вот, ну, и еще один препарат, еще один БАД, еще один провитамин, прогормон, точнее, витамин прогормон, это витамин от фирмы Соларей, в дозировке 5000, это витамин Д3К2, тоже могу вам его показать, у меня здесь есть, я даю сейчас такую дозу дочке, потому что наша область, вот такие вот капсулы, средние, не большие, не малюсенькие, обыкновенные, легко глотаются, абсолютно, наша область уже должна быть давно в красной зоне, но я так подозреваю, не знаю, я так подозреваю, что у нас в октябре должны быть выборы в Харькове, поэтому, вот, тянут, после выборов, наверное, нас сразу ведут, реально ситуация нехорошая, реально статистика смертности нехорошая, не хочу даже озвучивать, это все, как бы, скрывается, просто есть доступ к информации, ну, не хочу все это оговорить, в общем-то, ребята, ситуация такая, не очень приятная, просто, что мы все к ней уже немножко подпривыкли за это время, а может, пока еще не коснулись конкретно членов семьи, поэтому об этом можно говорить с улыбкой на лице, вот, по витамину Д3 хочется сказать, что все люди с аутоиммунными заболеваниями, особенно у кого серьезные аутоиммунные заболевания, такие, как красная волчанка, ревматоидный артрит, ну, разные АИС, то есть аутоиммунный тиреоидит, хламероланифрит, ну, псориазы, ну, куча всяких всевозможных аутоиммунных процессов, рассеянные склерозы, там, и так далее, конечно, оправданы высокие витамины, дозы витамина Д3. Обычно, но это только, я это никому не рекомендую, я просто говорю то, что знаю, обычно дозы доходят до 50 тысяч, но это только при наблюдении врачей, либо под личной какую-то ответственность, под личную. Когда у меня болел муж, я ему давала 20-25 тысяч витамина Д, и я вам хочу сказать, что он себя легче тогда чувствовал. Говорят, что, ну, это, знаете, в цивилизованных каких-то, наверное, странах, там, где врачи не только такими препаратами, какими-то химическими лечат, но они понимают, что есть витамины, которые также очень сильно влияют на течение болезней всевозможных, и там назначают 50 тысяч, в частности, от рассеянного склероза, при всяких АИД, таких нехороших течениях тоже. Но, еще раз говорю, желательно, если вы принимаете дозировки в домашних условиях, больше 10 тысяч единиц, желательно перед этим сдать, конечно же, анализ, лучше методом, у меня сверлит уже кто-то две недели, если будут какие-то шумы посторонние, извините, соседи ремонт делают, лучше сдать анализ на Д3 методом 25 OH, вот, ну, и, исходя уже из этого, тогда контролировать. Если вы принимаете витамин Д, и вы хотите сдать анализ, то нужно остановиться на хотя бы неделю перед сдачей анализа, вот, ну, и контрольный анализ по витамину Д делается через 3 месяца после того, как вы закончили прием витамина Д контрольный, то есть, посмотреть, он у вас держится, он у вас пополнился, не ушел, там, не по назначению. Высокие дозировки витамина Д начинают 5 тысяч, лучше принимать с витамином К2, не путать его нужно с витамином К1, мне говорят, а вот он сгущает кровь, нет, друзья мои, К1 сгущает кровь, К2 кровь не сгущает, он, наоборот, способствует транспортировке кальция, чтобы, даже если просто у людей какие-то проблемы по обмену кальция, то есть, там, в сосудах, в нервных окончаниях, в почках, камне, в желчном камне, кальций, в этом, даже во внутреннем ухе за счет этого тугоухость, либо где-то еще совершенно в самых разных местах, то тогда назначается отдельно даже витамин К2, можно с маленькой дозой витамина Д3, можно просто К2, для того, чтобы вытянуть с нежелательных мест кальций и направить его в кости, поэтому, когда вы меня спрашиваете, расскажите, какой кальций принимать, я не люблю эту тему, это очень такая, знаете, грань опасная, это стереотип, раз плохие зубы, раз болят кости, надо пить кальций, кальцием можно себе очень сильно все усугубить, есть показания к приему кальция, которые назначаются врачами, по анализам, но опять-таки кальций по крови не информативен, если у вас проблемы с костями, это только должны быть специальные обследования на структуру кости, на плотность кости, если речь идет об остеопорозе, если, например, у девочек гормонозависимые опухоли, какие-то там миомы, шмиомы всякие, тогда назначается кальций-деглюкорат обязательно, потому что ДИМ без его приема и что-то третье, я не знаю, я просто, у меня, слава богу, нету этого, я все время забываю третий препарат, иначе ДИМ можно так вообще всю жизнь принимать и наприниматься, пока пойдет перекос по прагестерону, вот, там он принимается тоже какая-то тройка обязательная с кальцием-деглюкоратом и принимается курсами, и именно так вы действительно лечение проходит, то есть какое-то время там вы принимаете там раз в год или два раза в год, но именно вот кальций-деглюкорат, там ДИМ и еще что-то, но это только по показанию врачей, это только если действительно миома, друзья мои, всем крепкого здоровья, всем всего хорошего, посылки почему-то идут очень медленно, кто знает, кто пил напитки горячие с таким молоком, кешью, напишите, и защипчики напишите мне, пожалуйста, если вы пробовали что-то лучшее, подскажите, я маме куплю другие, всем крепкого здоровья, всех целую, обнимаю, до встречи на моем канале, до свидания.